Добрый день, друзья! Сегодня перед вами очередной выпуск рубрики «Погони», в который мы постарались собрать наиболее необычные ситуации, снятые как камерами на приборных панелях автомобилей полиции, так и вылетающими в район погони новостными вертолетами. А значит, впереди нас ждут километры дорог, неоднозначные опасные ситуации и многое другое. Лос-Анджелес, Калифорния – второй по величине мегаполис США с собственным населением порядка 4 миллионов человек. Также он является ядром обширной агломерации, раскинувшейся на территорию пяти округов. В городах, образующих Большой Лос-Анджелес, проживает в общей сложности уже более 18 миллионов 700 тысяч человек. Если большому кораблю большое плавание, то огромному городу достается соответствующего масштабам количество самых разных противоправных деяний, происходящих здесь ежедневно. Примерно в 15 часов 20 минут 9 марта 2021 года, в непосредственной близости от одного из офисов департамента шерифа округа Лос-Анджелес, расположенного у Волантии по адресу 21 695 Вэлли Бульвар, происходит дорожный конфликт. Водитель красного Ниссана Сентра несколько раз умышленно таранит автомобиль второго его участника. Очевидцы сообщают об этом сотрудникам департамента, которые пытаются обнаружить и остановить подозреваемого. Но как только крузеры приближаются к Ниссану, его водитель пробует скрыться, в результате врезаясь в один из служебных автомобилей ранее сержанта департамента шерифа. Сотрудница агентства с неугрожающими жизнью и травмами была доставлена в местный госпиталь, откуда выписана после оказания необходимой медицинской помощи. Непосредственную погоню за Ниссаном вскоре прекращают, из-за крайне опасной манеры управления его водителя. Наблюдение за красным седаном осуществляет вертолет ведомства, экипаж которого координирует передвижение наземных сил, остающихся в нем поля видимости беглеца. Кроме того, примерно через 20 минут после начала погони в район прибывают вертолеты телекомпаний, начинающие прямую трансляцию происходящего. На кадрах видно, как направляющийся в соседний угру Сан-Бернардино седан двигается по оживленным дорогам на высокой скорости, даже без замедления проезжая перекрестки на запрещающий сигнал светофора и выезжая на полосу встречного движения, что в некоторых моментах едва не заканчивается лобовым столкновением. Но и фактически ДТП также хватает. Достается водителям помешавших нарушителю автомобилей, после встречи с Ниссаном получающие незначительные повреждения своего транспорта. Таким же образом седан протискивается между попутными автомобилями, остановившимися у светофора впереди него. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Yes, we're still in Chino Hills. This is Grand Avenue, approaching Dudley. And here, we might see the pit here. Chris, let's try to line up with the street. But we're going to see a pit right here behind the trees. Hopefully, there it is. There's the pit. Spinning him out of control. Oh, he's got the control, though. So he gained the control back of the car, and it's not enough to drop him out of control there, or lose control of the car completely and install it. So he's going to continue. So again, the pit maneuver there, as the police try to do it, and they might do it again. Here we go. It's coming up again, and we'll see if they get it right. Oh, almost there. I'm going to come out to a wider shot. You see the units giving this driver some space there. He's not right up on him, but look at how many units there. He's going to go on the gas. He's going to try that car there, that black car, getting out of the way, fortunately for that driver, able to move. But here he comes up to, look at this. He's going to sandwich right through, and oh, I'm so unfortunate to see this happen because these drivers, oh, it's so terrible. He just pushed his way right through. Awful. Yeah, that looks like an unmarked vehicle that might have been in the pursuit. We'll see. I don't know. It could be someone that just got involved. But you can see that move of that vehicle. He's going to go on the wrong side of the road, and he's pushing his way through again. That traffic, unbelievable. Oh, right up against that car. This might be it. I mean, he may not have anywhere to go. He doesn't have the muscle to push all those cars ahead of him. So you see that unmarked vehicle there? Yes, it's deputies that have their guns drawn, and we'll see what happens. People trying to get out of the way, desperately getting out of the way there. And that one car ahead of him, I don't know if it's stalled or just terrified to move. Погоня завершается в тот момент, когда водитель Ниссана в очередной раз начинает протискиваться между остановившимися в ожидании переключения светофора автомобилями, повреждая несколько из них и врезая сзади в серебристый внедорожник, после чего сильно помятый седан останавливается на участке Даймонд-бар-бульвара между полами на драйфе по Моно-фривей. Полицейские цепляют периметры и окружают седан. Несмотря на это, противостояние все еще продолжается. Женщина-водитель отказывается выходить. А из-за тонированных стекол Ниссана офицерам не удается определить количество находящихся внутри людей, их намерение и степень готовности идти на сотрудничество. Через несколько минут принимается решение использовать нелетальные средства, чтобы разбить стекла. Несколько сотрудников департамента шерифа стреляют мешочными зарядами по окнам автомобиля. Однако пробитые стекла усилены и тонировочной пленкой не спешат осыпаться. Для наблюдения за происходящим в салоне применяют даже дрон, на некоторое время опускающийся на капот. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Still no movement. It's unbelievable to see how much gas they poured into this. This is tear gas into the car that they just deployed, and still no movement. Still in the back seat, moving around. They're saying, here comes the door, popping open finally. And out comes the driver. The driver, she's had enough, she's gonna walk over to the curb, and they're gonna be taken into custody right there. Oh, you know what? That might be a child. That might have been the nine-year-old child. That might be a child. One of the officers of the Bureau of Special operations, используя предназначенное для этого приспособление, наполняет салон автомобиля газом. Через несколько минут открывается задняя правая дверь, из которой неожиданно уходит 9-летняя девочка. Ее тут же уносят с места происшествия, а из салона Nissan извлекают 30-летнюю жительницу помоны Маргарет Хасан. Как и ее дочь, женщина была доставлена для обследования в местный госпиталь. Хасан подозревается в нападении с применением смертельного оружия. Кроме того, и предъявлены обвинения в создании опасности для несовершеннолетнего ребенка и попытки скрыться от полиции. Для содержащейся под стражей женщины судом был назначен залог в размере 130 тысяч долларов. Ее дочь после пройденного обследования передана департаменту по делам детей и семьи в округе Лос-Анджелес. Но иногда погони развиваются еще более непредсказуемо. Остаемся в округе Лос-Анджелес, в этот раз оказываясь в небе над ним 4 февраля 2021. Около 8 часов вечера сотрудники департамента шерифа отреагировали на вызов о похищении, связанном с домашним насилием в одном из южных переградов мегаполиса. Когда они обнаружили автомобиль подозреваемого, тот решил от них крыться, и началась погоня. В какой-то ее момент салон седана покинула пассажирка. ЛСД никак не комментирует ее роль в инциденте. Известно лишь, что женщина не получила каких-либо травм. Вскоре агентство прекратило наземное преследование из-за опасных маневров водителя белого чарджера. За его передвижениями остались наблюдать авиапатруль департамента, а также сразу несколько вертолетов со съемочными группами теленовостей. С городских улиц Седан выбирается на 110-е федеральное шоссе, где уже калифорнийский дорожный патруль инициирует собственную погоню, также в режиме отстраненного преследования. Крузеры следуют за автомобилем подозреваемого вне его поля видимости, координируемый авиапатрулем. На шоссе Чарджер можно увидеть направляющимся на юг значительно быстрее потока и с выключенными световыми приборами. Так Беглес забирается до развязки магистрали в Суэстре-Дондо-Бич-Бруварам в Гордене. Съехав с магистрали, Чарджер поворачивает налево под эстекаду, но не выезжает ни с одной из ее сторон. Вместо этого репортеры видят выходящего из-под сооружения мужчину в красных шортах и серой кофте, который обегает ресторан Фармбойс, а затем возвращается к Сезду с магистрали, словно ломя попутку. Перед тем, как пропасть из кадра, он направляется к поворачивающему налево автопоезду, на полуприцепе которого установлен контейнер. Вскоре полиция штата сообщает о том, что седан был обнаружен брошенным под эстекадой, а его водителю удалось скрыться. Но съемочная группа вертолета нещупер-фу-альфа продолжает наблюдение за привлекшей их внимание с цепкой. Субтитры создавал DimaTorzok Вскоре бегляц показывается из-за обтекателя кабины Петербилда, направляющегося в терминал на самом севере соседнего Карсена. Всего в нескольких кварталах от места, где на его борту появился безбилетный пассажир. Журналисты сообщают о его обнаружении при следующем подозреваемого агентством, направляя их сотрудника вслед за его новым транспортом. Автопоезд останавливается у КПП на въезде, когда мужчина спрыгивает на землю и направляется дальше на восток поезд в Гардена-Бульваро. There he is. We have to keep up with him because we are not going to see him. He is on Гардена. He is wearing red shorts and a gray sweatshirt. Субтитры сделал DimaTorzok Но наслаждаться прогулкой ему удается на протяжении всего лишь половины минуты, когда позади появляется кран Виктория ЛСД, едва не сбивая его. Через какие-то мгновения подозреваемый, чьими так и не было опубликовано, оказывается в наручниках. И снова несколько выпусков спустя нас ждет полиция от штата Арканзас. Ведомство, созданное 19 марта 1935 года для контроля за соблюдением законодательства в отношении алкоголя и дорожного движения, к нашему времени расширило свою сферу обязанностей и большей частью правоохранительных функций с юрисдикцией на всей территории штата. Одной из них остается охрана безопасности дорожного движения на магистрале, за что и отвечает входящий в структуру агентства дорожный патруль. Отправляемся вокруг Кроуфорда и окрестности небольшого городка Малбери, где проживает менее 1700 человек. Примерно в 10.30 утра 4 декабря 2020 года на проходящем здесь отрезке 40-го федерального шоссе сотрудник дорожного патруля останавливает черный шевроле «Импало». Боковые стекла седана зачем-то также покрыты аэрозольной краской цвет кузова. В качестве подкрепления на место остановки подозрительного автомобиля прибывает еще один офицер полиции штата Джеймс Рейн. Когда он подходит к седану с правой стороны, «Импало» срывается с места. Девушки отдыхают. Субтитры сделал DimaTorzok 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 He's going the other way 2929 He is coming around those sharp curves Westbound and eastbound lane He's coming across the median right now He's off in the median Okay, we're coming Now, did you say he's losing a tire or a head loss bump? He hasn't lost it yet. We tried to stop a second ago And he's having some issues And he's having some issues Alright, 387, is this you coming up on me? Four Smith, I'm head on with this vehicle right now Get out of the vehicle! Get out of the vehicle! Get out of the vehicle! Берем убейку! В последний момент объезжает Крузер по обочине. Еще через пять минут ситуация повторяется. Но в этот раз Рейта ранит пытающегося проскочить мимо нарушителя, ценой своего здоровья и служебного автомобиля останавливая его. К счастью, в результате ДТП оба водителя не получили сколь-либо серьезных травм, отделавшись несколькими ушибами. Арестованный Брайан Старнс был доставлен в центр предводительного задержания округа Франклин. Ему предъявлено обвинение в закрытии от полиции, нападении на офицера, сопротивление аресту и вождение с недействительным водительским удостоверением. В интервью данным местному телеканалу после того, как видеозапись инцидента разошлась по интернету, 24-летний офицер Джеймс Рейн сказал, что всего лишь выполнял свою работу и не считает произошедшее чем-то особенным. «Есть люди, которые совершают гораздо более героические поступки, чем я. Я лишь остановил того, кто поехал по магистрали в остричном направлении». Остаемся в Арканзасе с полицией штата. В этот раз отправляемся в окрестности города Спрингдейл, расположенного сразу в двух северо-западных округах Вашингтона и Бентон. Его население более чем удвоилось за 20 лет. Между переписями 90-го и 2010-го годов, обеспечив рабочей силой множество располагающихся в Спрингдейле предприятий, включая штаб-квартиру и производственные мощности одной из крупнейших в мире месоперерабатывающих фирм «Тайсон Фудс». Южный съезд на 76-й развязке 49-го Федерального шоссе. 5 апреля 2020 года безопасность дорожного движения здесь обеспечивает офицер полиции штата Алан Эйкен. Используемый им радар фиксирует превышение скорости черным BMW с калифорнийскими номерами. При разрешенных здесь 70 миль в час прибор фиксирует почти вдвое большую скорость седана – 125 миль в час. Полицейский направляется вслед за нарушителем, сигнализируя ему требования об остановке. Один ваза. Я доходу иとうе пон надо тактирует. It isn't 잠у рекорд. «Т Trent-т вaley мы Oregon-19». «Адино». «Там дайанан. Тант Южный е ما. Осп Steam Mutерн. Водитель BMW снижает скорость и останавливается почти в 6 милях южнее, уже возле 70-й развязки на этой же магистрали. Через считанные секунды вышедший из-за руля Айкин требует от нарушителя заглушить автомобиль, после чего BMW срывается с места и начинается погоня. Субтитры делал DimaTorzok Сидан покидает автостраду уже на территории административного центра округа Вашингон, города Фейтви. Он съезжает на Норс Фьютрал Драйв, где офицер предпринимает неудачную попытку остановить беглеца. Несмотря на направленное на его служебное оружие, прижатый к бордюру нарушитель разворачивает свой автомобиль, и преследования продолжаются уже на городских улицах. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok